По покровным какие были вопросы? Это на тот год было, в прошлом году. В этом году цена на все зерно поднялась, то есть примерно стоимость среднего килограмма покровной культуры, ну условно, я так очень условно, беру 40 рублей, потому что мы покупали там какие-то семеногречихи, допустим, по 50-55 рублей, ритку тоже по 55, плюс доставка, ну конечно, часть своя, там свои семена есть, плюс кукуруза, сорка, суданка, то есть ну в среднем в этом году мы высевали 15-18 килограмм. Все это зависит от, конечно же, состава культур, какие есть, то есть мелко-семянных, соответственно, будет меньше нормального села. И, ну как бы золотого рецепта вам никто не даст, ну вот все эти вот такие культуры, вам будет счастье, да, у вас все будет заработать. То есть свои культуры вам придется сами подобрать, опытным путем, на своих почвах, вот, и вы будете понимать, какое время, когда эти культуры лучше растут. Ну, однозначно, смеси всегда это выгоднее и лучше, они более устойчивые, дают большую отдачу, позитивный эффект. Остановимся, так, немножко на, ну это всякие погодные условия у нас, которые бывают, здесь и пыльные были, да, и торнадо, и ливни, и негативные. Ну, в этом году у нас в Крыму много заливал, да и Краснодар, и Восток, в принципе, с разных районов приходит такая информация. Но, суть в чем, по цене на гектар семян, да, даже возьмем, допустим, 20 килограмм по 40 рублей, это будет 800 рублей на гектар затрат на семена, плюс посев. Мы сели в этом году в основном анкерами-сиэнкеры по двум причинам. Во-первых, они легче ходят, быстрее происходит посев, то есть летом нам качество посева, ну, не столь важно, как, допустим, осенью, когда мы стараемся там настроить эти качества абсолютно, ну, чтобы все получить сходы. То есть летом, что очень хорошо, когда новые механизаторы у вас натренироваться, набить руку на покровных, потому что легче получить сходы покровных, там разные, сильные, крупные, мелкие, они взойдут. Вот. Пассив. 3-3,5 литра солярки на гектар анкерная сейлка берет, в отличие от дисковая, которая 4-5 литров берет на гектар, и скорость, конечно, производительность больше, анкерная быстрее. И летом, в чем немножко преимущество анкерная, то, что она дешевая, в эксплуатации легче, меньше солярки и больше производительность. То есть один агрегат может засеять большую площадь, то есть у нас 30-50 гектаров может засевать за день. Соответственно, ну, возьмем максимум 4 литра солярки, да, по 50 рублей, 200 рублей, добавьте вот туда 1000, а плюс зарплата механизатора, ну, и запчасти там. На анкерных сейлках маленькая будет амортизация, на дисковых, соответственно, больше, вы сами знаете свою часть, это вот по затратам. То есть от 1000 до полторы, я думаю, ну, практически все могут вложиться по затратам. Плюс добавятся затраты контроль гербицидный после посева, ну, эту операцию мы и так в любом случае выполняем. И плюс остановка осенью, ну, эту операцию мы также всегда выполняем. Иногда нужно мультилировать, то есть дополнительные затраты, ну, тоже не суть большие. То есть это по экономике. Что же по отдаче? Мы видели прибавку 10%, 15%, 20%, 30%, 50% и даже 100% прибавку урожаемости на некоторых культурах, после некоторых покровных культур. То есть прибавка, не могу сказать, что вот вы посеете и получите там 3 центнера или 10 центнера. Все зависит вот по нашей урожайности. Вот, допустим, мы собирали в том году ужасные были условия по ячменям, и мы 25% получали прибавку. В этом году хорошие условия, и тоже на отдельных участках, где были покровные, мы там получали плюс 5 центнер. А по Вике, ну, плюс 20, наверное, на центнер. Ну, по вот этой Вике, получили за счет, я думаю, азота, и то, что влаги было достаточно. То есть тут все будет зависеть от вашей почвы, от условий. Ну, прибавку относительно от 10-15%, я думаю, можно. Но у нас именно второй год ее видят. То есть на второй год. За счет чего? За счет более структурной почвы, за счет лучшего плава накопления. Соответственно, более доступные минеральные питания, те, которые накопили в себе покровные культуры, они через два года разлагаются и станутся доступными это питание до следующей культуры. То есть тут даже с такого подхода подойти, с седерального, то это уже имеет свой смысл. Но тоже вот, когда смотрим почву, допустим, обработанную и нашу наутильную, ну, иногда даже не видно разницы. Ну, там, и там вроде структурно, но обработанная, кажется, что структура. И здесь тут какая-то вроде гранул есть. Но как только воду помещаем, наутильная чистая, она не распадается, а это все в поле видно. То есть понятно, что структуры и влагонакопления там, соответственно, будет меньше. И всегда те, кто обрабатывает, у вас страдает еще чем это уплотнение? Ну, подплужное подношение, кто пашет, в общем, любое орудие, которое обрабатывает почву, создает уплотнение на какой-то глубине. Чуть меньше у кого пашет, у того глубже. Но оно в любом случае будет, потому что почва поливидная, она с влагой просачивается вниз, и там образуется бетонный слой. Соответственно, что ограничивает рост корней глубже и доступ к влаге. У нас это является, я думаю, основным ключом, за счет чего мы смогли поднять урожайность. За счет того, что весь этот профиль, который у нас не такой большой, 40 сантиметров, мы его смогли эффективно использовать в корневой системе наших растений и добывать эту дополнительную влагу. И удерживать влагу за счет лучшей структуры почвы. То есть, на второй год, когда мы увидели припалку от покровных культур, мы поняли, что это экономически себя оправдывает. И то есть, если мы вначале пробовали, подбирали культуры, не знали, ну, видите, у нас засуха, и степь выгорает, и как бы, ну, все думают, ну, у нас покровные – это не наша тема, у нас вообще ничего не растет летом, потому что такая засуха, жара, температура за 40. Но вы видели, что степь сгорела, а покровные культуры – зеленая. То есть, значит, это возможно. И есть логические обоснования, почему это происходит. Потому что в разной культуре, в разное время употребляют влагу, на разный угол, на тот пор не более устойчивый по всем. Всегда будет разнообразие. Поэтому, как таковая засуха, ну, это вот тоже изобретение людей. То есть, мы придумали засуху, придумали уплотнение. И это уплотнение тоже решается с помощью покровных культур. То есть, вот есть список задач, которые решают. Ну, как покровные культуры, можно решить какую-то конкретную задачу, которая перед вами стоит. И подорваться с уплотнением, там, добыть какие-то элементы питания. Мы спрашивали, помогаете покровные культуры убрать вымочки на поле. Такой вопрос был. У нас не бывает вымочек, ну, то есть, у нас нет таяния такого, чтобы были, на поле лужи стояли. Но в этом году по Крыму мы видели, что сильные осадки, и вода на парах не впитывалась. То есть, стояли озера просто на полях в Крыму, где есть засуха. Считается, что просто полупустыня в Крыму. Но даже здесь бывают такие ситуации, что озера на полях стоят. И, конечно, покровные культуры помогают с этим справиться. Потому что, вы видели, есть структура, влага вся инфильтруется, вся проходит, и лужи не стоят на поле. То есть, такого на наших полях мы не видели. Плюс мы сократили эрозию почвы. Ну, не сказать, что на 100%, когда вот такие обильные осадки, конечно, что-то смывает. Даже на мутире, где есть открытые участки почвы. Но это в разы, я сказал бы, в сотни раз меньше, чем на обработке. Плюс пыльные эрозии, ветровые эрозии. Вот с этим мы и справились обычно удело. С помощью покровных культур мы структурируем почву, выбираем должную подошву, используем весь профиль. То есть, такие. Ну, и все остальное. Рециклирование, улучшает биоту и так далее. Это как каждый для себя выберет. А я хочу вот на секундочку вот этот принцип, который мы на поле говорили, что мы всегда смотрим на культуру и забываем про почву. Ну, что первичное у нас, это культура наша или глипочва. И мы понимаем, что на самом деле это взаимосвязанно и неразрывно. То есть, почва выращивает нашу культуру. То есть, чтобы мы получили хороший урожай, нам надо иметь, в первую очередь, именно почву хорошую. То есть, смотреть. И сейчас мы занимаемся тем, ну, слышали мы и от африканцев, и от американцев, что они не называются, а мы там кукурузу выращиваем, мы там пшеницу выращиваем. Они уже говорят, мы выращиваем фермер, которая выращивает биологию. Вот, которая строит почву. И я думаю, на этом надо тоже сосредоточиться и свой фокус просто сместить, что первичная эта почва, это не какая-то гордовая среда, в которую мы должны положить сколько-то удобрений, сколько-то фунгицидов, чтобы побороться с болезнями, которые там откуда взялись, и хотят такие злые эти болезни, насекомые съесть наши культуры. И не хватает азота у нас в почве, чтобы, ну, видели покровный, и мы уже несколько лет без удобрений полностью выращиваем, мы получаем иногда и хорошее урожай, а обычно среднее. Происходит такой процесс почвы. Солнечную энергию лавливают с помощью листьев растения. Растения очень слабо с помощью своих корней могут добыть себе элементы питания. То есть растения придумали такой симбиоз. Они кормят биологию в почве. Им дают сахара, которые образовались с помощью фотосинтеза, выделяют их почву. Там активно размножаются бактерии. Они очень быстрые, мобильные бактерии и грибы. На этих сахарах. А бактерии, они очень маленькие, их очень много. Ну, в одном грамме миллиарды бактерий может быть. То есть очень много. То есть почва, на самом деле, это не песок, не та структура. Потому что это, на самом деле, живой организм. Там все движется под микроскопом. Мы взяли капли, посмотрели. Там кроме бактерий ничего нет. Несколько комольков глины, кусочка. Все остальное бактерии. Просто все кишит. То есть на самом деле мы немножко не так воспринимали. То есть вот с помощью покровности. Мы туда вкачиваем углерод. На капли, на органическое вещество. Увеличиваем биологию. Биология начинает для своей жизнедеятельности. Биологии нужен азот, нужен фосфор, калий и все микроэлементы. Они начинают их с помощью своих энзимов. Из почвы доставать. Из материнской породы. Высвобождать вот тут азот, который мы из селитры доносим. На самом деле природа это до нас придумала. Она этот селитр добывает прямо из материнской породы. И происходит это все естественным образом. Посмотрите на леса, на степи. Там никто ничего не сыпет. Только мы придумали, что надо это все покупать и сыпать сверху. Мы там комочки, кусочки насыпали. Там 100 килограмм селитры. Думали, мы сейчас все улучшим. А на самом деле в почве там тонна азота есть. Например, ее можно постоянно-постоянно брать. Это не считает то, что в воздухе есть. Так вот, к чему? Вот этот слайд, мы всегда его пропускали. Но если задуматься, на самом деле это самый важный слайд. И самое важное, что надо вынести вот из сегодняшней поездки. Это то, как должна функционировать почва. И так, как она функционирует в природе. То есть в почве есть такая сеть. Целая цепочка. Как, что это делается? У нас есть растения, которые берут солнечный свет, углекислый газ из воздуха, выделяют это все в корневую зону. Биота начала расти. Достали они все элементы для своей жизнедеятельности. Но они отдавать не хотят растения. Они их никогда не дадут. Вот биология, вот бактерия, рядом с кормом, которая будет, она заберет себе азот, а корм растения не отдаст. Этот азот будет заключен в ее организме. В бактерии один атом углерода и пять атомов азота. Не, одного аж. Пять атомов углерода и один атом азота. Один в пяти. И чтобы растению достался этот азот, который бактерии обворобуют, на наших полях мы видим, когда у нас углеродистые есть, остатки, там, от зерновых, когда зерно по зерну, мы не дополучаем урожай, потому что бактерии на себя весь азот из почвы забирают, чтобы разложить органическое вещество. Ну, сразу, без селитра, без азота у нас ничего не растет. Потому что бактерии обворобуют растения. Что происходит дальше? А есть вот эта указочка? Да, красненькая заготовка. Указочка. Вот видим бактерии, грибы. Они начинают питаться корневыми выделениями. Но без вот этих вот тех, кто их кушает, это простейшие, и нематоды, круглые червы. Вот они, поедая вот этих бактерий, они высвобождают те элементы питания, заключенные в них, тот азот. Потому что у простейшего, как и у человека, один в тридцати содержание углеродных азотов. То есть съедая пять бактерий, он должен, шесть бактерий, пять атомов от азота он должен высвободить. А каждое простейшее десять тысяч бактерий съедает в день, минимум. То есть очень много азота они выкидывают и делают доступными для растений. То есть растения, они хитрые, они увеличивают бактерии, кормят простейшие, простейшие кормят растения. Растения получают не только азот, а в этой бактерии есть и фосфор, калий, все необходимые, все-все элементы они могут достать из почвы. Потому что почва в недоступной форме предостаточно всего, более чем. То есть на любой почве на скале растут деревья и растут очень большие и им всего хватает. Особенно если вы были в Кремских горах, там видите, прямо на скалах, те большие иголки растут, как уж там они питали, добывали деселит, но все-таки. Вот. Но если у вас будет слишком много простейших, а не сидят всех грибок, с ней или грибов, и некому будет опять кормить, тут приходят более крупные, если не стану, более крупные черви, которые едят этих. И вот так вот, а этих едят вообще насекомые, а тех едят птички. И без вот этого всего, вот этой цепи, наши почвы не смогут быть стабильными и здоровыми. То есть только восстановив, пройдя всю цепочку от растений, грибов, простейших и так далее, это червей и других насекомых, мы сможем получить здоровую почву, стабильную почву, стабильный урожай, здоровый урожай, без применения удобрений, фунгицидов и инсектицидов, и протравителей. То, к чему мы, кстати, идем, но с переменным успехом у нас что-то получалось, вот сейчас что-то болело, и вот сейчас мы понимаем, что у нас не хватает хороших ребят, тут этих грибов, бактерий, нам приходилось где-то работать фунгицидом, где-то протравливать. И сейчас, ну, чтобы в этом разобраться, нужно просто немножко расширить свое знание, да, ну, пройти обучение дополнительное, вот посетить такие семинары, где скажут, вот, у вас этого не хватает. И это все можно легко проверить, берутся анализы, микроскопы, сейчас все считается, сколько бактерий, сколько грибов, какие есть, таких нет. И можно понимать, на каком этапе, и что мы не так делаем, и что нужно сделать для того, чтобы это все исправить. Ну, вот, в принципе, в двух словах, я, наверное, сказал. Есть ли вопросы? Да, какие вопросы у присутствующих в Альтерсахарцев? Алексей, вопрос есть. Да. Вот смотрите, я, наверное, не выдам тайну, то, что, ну, мы имеем инструменты уже для того, чтобы посмотреть, а что у нас в почве есть, да, мы уже на сегодня можем, имеем возможность определить, есть там бактерии, простейшие там, или грибы, или нематоды. Вот мы знаем, что в наших почвах не то, что их там мало, их там, ну, практически нет. Вопрос такой, а что нужно сделать для того, чтобы они появились? Опять же, ну, кто посещает семинары по Балтии, вот все говорят про пять принципов здоровья почвы. И ничего нового нет, но для того, чтобы, ну, вот, видите как, тут корешок, микориза растет, гриб. И наши знают это микоризу, и все знают. Сейчас есть, ну, допустим, продают микоризу, ну, вот эту, в баночках, и продают бактерии. То есть, наши как-то пошли по другому пути, купите у нас бактерии, купите у нас пять бактерий, или три гриба купите. А в почве должно в здоровье быть 75 тысяч видов бактерий, и 25 тысяч видов хороших грибов, это позитивно. то есть, берутся в ДНК-анализы, и знают, что вот столько видов есть. А мы хотим купить пять видов, и что тут, они там нам все исправили, все починили. Ну, так не бывает. Если в природе оно не так, значит, оно и на полях у нас так работать не будет. Опять пять принципов здоровья почвы. Их вот нужно соблюдать, чтобы у нас вот эта биология заработала. Ну, ничего нового не придумали. То есть, минимально разрушать помощью с помощью обработки, с помощью удобрения химических веществ. Ну, по возможности. Никто не призывает с нас сегодня отказаться. То есть, каждый выбирает свой путь сам и знает свою рентабельность и экономику. любое воздействие, оно хуже, чем невоздействие. То есть, любой убивает в стиле для микробиологии сразу. То есть, по возможности максимально сократить где-то рационально. И стремиться к тому, чтобы отказаться от токсических веществ, которые убивают микроорганизмы. Как на поверхности почвы, так и внутри почвы. Потому что мы и семена защищаем, по факту мы вытравливаем всех хороших грибов из почвы. То есть, не травить, не убивать, не разрушать. Это первый принцип. Минимальное разрушение почвы. Второе, это защитить почву от ветра, от дождя, от мороза, от солнца. То есть, накрыть почву, сделать растительные осадки, защитить эрозии, от солнца, от ветра. Чтобы не перегревалось, чтобы сделать комфортные условия для биологии. То есть, чтобы температура и влажность была достаточно. Следующее, дать разнообразие, чтобы различная биология была. Потому что одна биология хорошо работает, в холодную пору, одна в теплую, одна в горячую, одна в... в разное время года разные биологии работают. И при разной влажности. Так же. Поэтому нам нужны все вот эти виды разнообразные биологии. И чтобы их получить, нам нужно дать им разнообразное питание, что мы пытаемся сделать с помощью попробованных культур, с помощью вот этой смеси, которая выделит в почву разные корневые выделения на корме эту биологию. То есть, разнообразие растений, хорошие силы оборот и разные микробиологии. Ну и постоянно, кроме того, что мы дадим их, и надо, чтобы кто-то эту еду, кто-то постоянно кормил наших микроорганизмов, постоянно живые кормил. То есть, как бы, ничего нового нет. То есть, можно, ну вот, искусственно, как бы, туда внести, вот то, что мы сейчас изучаем, тема с помощью компоста, компостирования, когда мы на органической среде выращиваем разнообразную биологию, в подходящих условиях, там, температуры, влажность, доступ воздуха, обязательно, аэровный должен быть процесс. Мы это будем только смотреть. Потому что, ну вот, вот та цепочка, которая кушает бактерии, эти простейшие, они погибают первыми. А они самые важные, ну, в передаче это питание нашим растениям. Возвращаются последними. То есть, мы сначала возвращаем грибов, бактерии, только потом, если создали условия, возвращаются уже простейшие. То есть, это инфузория, она бы, и так далее. Алексей Сергеевич, а вот, я помню, Федоренко Александр Иванович говорил в прошлом году, когда мы были у него, что важно уложиться в тысячу рублей. Вот о чем мы говорили, при стоимости коктейля. Ну вот, у него коктейль поскромнее, там, наверное, до десятка, да, Александр Иванович? А вот, как вам, как уложиться в стоимость в тысячу рублей, когда 24, вот как у вас сегодня было? Или, или есть способы удешевления? Вот, у Федоренко, например, мне показалось очень интересным, когда он говорил о кооперации с другими фермерами, они, допустим, выращивают какие-то определенные культуры и делятся потом с ним. Он, в свою очередь, делится с ними определенными культурами для того, чтобы коктейли разнообразить, обогатить. Да, это, в принципе, мы придумали, когда стала необходимость покровных культур, начали искать, где же это сделать, чтобы это сделать поэкономнее. Конечно, придумали, что можно между собой, кто заинтересован в покровных культурах, обменяться какими-то культурами, которые мы выращиваем, а, соответственно, другие фермеры нет. И вот это мы тоже сделали, отправили, ну, два раза, два года, сделали управляющую машину, выгрузили у нас семена, она разъезжала ствол, ну, допустим, приехала к Александру Ивановичу, у него разгрузила наши семена, зато грузила, и вот так мы делали новую. В основном, сейчас мы просто покупаем. То есть мы видим экономическую отдачу, это эффективность, соответственно, если, допустим, ну, не у кого взять, если есть у кого купить поближе, подешевле, не обменяться, это одно, но все равно это должно быть на рыночных основаниях, то есть по рыночной стоимости, то есть такая кооперация возможна. Но это на добровольных началах никто никого. А так, там буквально 24 культуры, но их надо всех там 200 килограмм, 100 килограмм, кого-то там буквально 10 килограмм на гектар какой-то культуры. Поэтому, если семена какие-то дорогие, соответственно, сначала покупать, пусть упадет цена на них, тогда можно купить. Ну, нету каких-то там самых полезных культур или самых правильных культур. То есть все культуры с точки зрения почвы, с точки зрения биологии, не все хорошие. То есть можно взять семена подешевле, но самое важное, чтобы это было хорошее семена, без сорняков, потому что мы взяли из процепки а там были гелопсы и всякие там сорняка. Мы не посмотрели, один мешок вскрыли, а уже посеяли там. Ну, не доглядеть, надо было просто доработать. То есть всякое, всякое бывает. Алексей Сергеевич, а вот как Вы оцениваете бюджет коктейля? Он не должен превышать для Ваших условий какую сумму? Вот Вы назвали тысячу, но даже потом сказали полторы. ну вот две тысячи, три, дальше вот как? Когда это станет, но уже лишится смысла. Вы знаете, в чем суть? У нас же выросла стоимость покровных культур, потому что выросли все цены на товар, на зерно, на, ни для кого не секрет, что и зерно выросло цены, и семечки. То есть мы же сами выращиваем, то есть цена и наша выросла, то есть мы, соответственно, больше зарабатываем, то есть это сейчас такая действительность. Мы дороже продаем свое зерно, дороже покупаем семена, но оно все вписывается в экономику абсолютно один к одному. То есть чуть дороже купили семена, чуть дороже продали наше зерно. То есть стоило в том году тысячи, в этом году будет две тысячи, ну допустим, условно, на семена. но и рентабельность выросла за счет роста цены. Если вы получаете отдачу экономическую от этого, она оправдывается на сто процентов. В прошлом году мы получили отдачу от покровных лучше, чем от удобрений. Делали опыт удобрения сработали по экономике в минус, покровные в плюс. То есть два раза себя купили. Поэтому мы видим, ну не в этом году я посеял, и не получил. Так долгосрочные инвестиции как техники мы покупаем, как сейлку. Посеяли, я знаю, что через два года это буду получать. И через три года, и через четыре. То есть эта почва налаживается, и она налаживается надолго. Если она, конечно, не берется на каких-то грубых ошибок. То есть покровные они будут еще несколько лет отдачу давать. это не то, что сейчас. Алексей Сергеевич, а вот среди тех мнений, которые удалось послушать при подготовке этого дня поля, было такое, скажем, что в условиях Крыма хорошо, то в условиях, допустим, Кубани или юга Ростовской области не годится. Потому что когда 60 центнеров с гектара получаешь, то за счет покровных культур это не вариант получить такой урожай. Надо обязательно удобрение, надо обязательно пестициды и прочее. Вот ваша точка зрения. Знаете, в регионах, где плодородие получше, это работает еще лучше. То есть у нас вообще как-то чудо, что у нас это вообще работает. То есть на самом деле вот эта система отлично работает, где есть больше осадков, где есть лучше плодородие, там это очень быстро структурируется почва, быстро идут эти процессы циркуляции элементов питания в почве влагонакопления доступ убирается там намного лучше, существеннее и это вообще обязательный элемент, я думаю, в более высоких плодородных зонах. Потому что возьмем того же Бедненко, он получает отличные результаты уже 12 лет сеет покровный. И там он пытается достаться инфинета дать пшеницу. А покровный это у него просто он сеет 100%. Земля там черноземная, то есть оно работает, он не говорит без покровных, без покровных, он говорит, я этого бы не получил. То есть он даже нету сомнений, сеет и сеет, просто элемент технологии. Просто каждый год 100% засевается. Вот Виктор Корнеевич сегодня спрашивал, сколько руб га вот об этом можете сказать по вашему хозяйству? Сколько три прибыль с гектара? Сложно сказать. В этом году я еще не обсчитывал с каждым. По прошлому нет, в нынешнем году, конечно. По прошлому в процентах можно сказать, 50% вентабельности может быть. По этому году может что-то лучше быть. Не могу сказать. Я еще не обсчитывал, честно. У нас цены поднялись, на запчасти много ушло, на хилы чуть больше, соответственно, поднялись. Надо все посчитать. Ну и цена для зерна. Вот мы только продаем, мы можем посчитать, сколько мы затратили за год, по этот момент запчастями совсем, и знать уже цену, которую мы сейчас продаем. еще не все продали. Не считал. Но в любом случае это ритамин. Можете сами прикинуть, у нас мы на зерновых нигде не применяли ни фунгицид, ни инсектицид, кроме гороха и нута. То есть на горохе мы применяли инсектицид, на нуте применили и фунгицид тоже. Все остальное было без удобрений, без фунгицид, инсектицида. Минимальная затрата на дефлицид где-то 400 рублей плюс в среднем плюс посев горка. То есть у нас достаточно затраты плюс добавляется где-то покровная культура. В этом году на половине площади. Ну надо считать. Я честно не считал. А самая прибыльная культура из тех, которые у вас это озимая пшеница или в этом году наверное лен прибыльная. Потому что пшеница чуть за счет цены. Уникальная цена на лен высокая. У нас самые низкие в Крыму у нас. В нашем районе. Мы находимся самая дальше от Керчи на Мавросийское. А чем дальше тема на нижний век. Даже горох наверное будет лучше экономика чем на лен. Потому что цена на город хорошая. В принципе в этом году горох лен чечевец. Но все культуры кроме зерновых ограничений пошлины. А по себестоимости азимой пшеницы я думаю что все присутствующие ее выращивают основная культура юга России можете сказать во что опоится вам килограмм себестоимость килограмма азимой пшеницы. пшеницы тоже не считали не любимые вопросы фей колодец надо считать или не уже считать да нет не урожай на себя рентабельность мы считаем здесь по рентабельности у него 30 и у меня 30 а затраты разные поэтому я смотрел по району допустим у классиков значит рентабельность самая большая была 18 процентов у меня 60 я больше чем уверен у вас тоже больше 60 если 50 это вообще рентабельность ну знаете мне нас стыдно такую рентабельность озвучивать потому что мы были в другом хозяйстве они говорят у нас 100 300 рентабельность я как скромничаю 100 процентов мы должны получать это поэтому даже 18 и 60 это уже три раза больше большая разница а насчет урожайности я всем говорил я считаю равносильно на одних весах это урожайность в Краснодаре 100 у нас до 30 это равносильно урожайность если он получает 30 а рот меньше урожайности это успех это большое успех еще вопросы есть не возникли к Алексею Сергеевичу спасибо 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 урожайся